добрый вечер уважаемые коллеги давайте мы начнем наш вебинар в чате плюс если у вас появился звук если у вас есть видео видна презентация ставьте плюсики в чате вижу один пока плюс ждем добрый вечер коллеги видео звук есть прекрасно плюс тоже есть все окей отлично ага неплохо будем надеяться что будет только хорошая звука что у нас где-то в здании здесь ремонт идет и не будет такой дрели слышно и так мы с вами сегодня коллеги поговорим на тему проектной деятельности тема у нас заявлено как проектные задачи как способ формирования универсальных учебных действий на уроках английского языка во вторых четвертых классах а то есть мы с вами будем рассматривать каким образом гос реализуется в проектной деятельности и так как мы будем говорить о начальной школе именно поэтому здесь мы не рассматриваем такие полноценные проекты а мы рассматриваем именно проектные задачи все-таки это такая начальная школа подготовительный пока что этап к принципе такой же более серьезной проектной деятельности прекрасно вижу всех все хорошо со звуком очень хорошо коллег если по ходу вебинара будут какие-то вопросы то вы пишите пожалуйста в чате я я постараюсь вопросы отвечать по факту по ходу вебинара а начать вебинар хотелось бы мне дать вводную такую дать для нашей темы цветата александра ильича савенкова исследователь формируется не на третьем десятки лет собственной жизни когда поступает в аспирантуру а значительно раньше того времени как родители впервые приведут его в детский сад да то есть даже до детского сада наш ребенок когда уже рождается он уже исследователь сам по себе поэтому и при выполнении проектных работ особенно там где нужно что-то исследовать делать какое-то небольшое даже пускай совсем примитивное исследование да они уже это могут делать и до школы и даже вот как пишет исследователь до до детского сада в начальной школе у нас происходит именно готовка к проектной деятельности то есть таким образом прообразом проекта в начальной школе являются проектные задачи вокруг которых разворачивается работа то есть когда мы с вами встречаем задание в формате того что нужно что-то сделать и итог того что нужно сделать может выглядеть как проектная работа это будет как раз проектная задача потому что в начальной школе такие Такие большие, полноценные проекты с исследованием, с дополнительным поиском информации в книгах, в интернете мы вряд ли с вами сможем найти, особенно на втором и третьем классе. То есть у нас в основном материал берется из личного опыта учащегося или из того, что у нас есть в уроке, которые мы сейчас либо уже прошли, либо проходим. То есть поэтому это все-таки будут такие именно проектные задачи и в рамках как раз проектных задач будут выполняться микропроекты с учащимися, о которых мы с вами впоследствии сегодня поговорим. Проектная деятельность в начальной школе это та деятельность, которая входит в зону ближайшего развития учащегося. То есть у учащегося, у любого учащегося, у любого человека есть зона актуального развития и зона ближайшего развития, согласно исследованию Выгодского. Соответственно, все, что у нас могут делать учащиеся на тот момент времени, в котором мы с вами говорим, то есть на настоящий момент, это зона актуального развития. Все, что они еще пока не делают, но в принципе могут, они в состоянии по своему развитию с этим справиться, но еще просто не сталкивались с этим материалом. Это будет, когда Вы забегаете в зону ближайшего развития. Полезно забегать в зону ближайшего развития, потому что проектная деятельность такая, по всем своем большом объеме, это именно зона ближайшего развития, потому что проектная деятельность у нас начинается хорошо с 5 класса и до 11 класса она продолжается. И уже даже потом в институтах у нас все равно есть какой-нибудь предмет, по которому мы что-то делаем такое групповое, проектное, в группах сотрудничества. То есть это в принципе распространено. Соответственно, когда мы говорим о проектной деятельности в начальной школе, это как раз забегание в зону ближайшего развития, это очень полезно. А какие могут быть проекты сами по себе, по тематике? Конечно же, в каждом УНК свои какие-то темы и расположение всегда проектов разное. У кого-то они в конце каждой четверти только бывают, 4 раза в год соответственно, у кого-то они в конце каждого раздела или юнита или модуля, зависит от УНК. Но самое интересное, это что по тематике, раз мы с вами рассматриваем сегодня именно начальную школу, они все равно будут более или менее схожи. Разница только, когда эта тема будет затрагиваться. Здесь они в МПС создают в happy news.ru свой сайт, учатся презентовать свою семью, знаменитые символы культуры, родной город, страну. Там есть игра викторина, тоже по формату интересно. Клуб по интересам, проведение праздника, презентация традиций, плакат о каникулах, ролевые игры, план поездки, справочник туриста составляют, ставят отрывок из пьесы и многие другие тематики. В МИЛе это могут быть мини-проекты, крафт, викторины, ролевые игры, письмо в журнал они могут писать, опять же, делать сайт, ставить пьесу, участвовать в конкурсе, например, рассказов или книжной выставке, готовить презентацию своей страны, родного края, готовить ярмарку вакансий, ролевые игры, праздники. Проект удобного города здесь есть, да, то есть даже репортаж о животном и перепередачу они готовят. Это если посмотреть на наши ОМК. По планируемым результатам. При работе над проектом мы затрагиваем все три группы планируемых результатов. Конечно же, проще всего реализовать в проектной деятельности личностные результаты и предметные результаты, потому что личностные результаты, это как минимум, да, они у нас зависят напрямую от темы проекта. И если проект связан, как до этого мы смотрели в примерах, в тематике, с презентацией своего родного края, да, то, конечно же, здесь будут затрагиваться и гражданская идентичность, и патриотизм, и все это будут личностные результаты. Когда мы говорим про предметные результаты, соответственно, да, то при презентации проекта учащиеся представляют его на изучаемом языке, соответственно, на английском в нашем случае, и, соответственно, они решают коммуникативную задачу, представляя его классу, то есть предметный результат будет достигнут. Не это предметные результаты, да, их немножечко сложнее реализовывать с точки зрения того, что они не всегда на виду, не всегда они видны. Но нужно помнить, что как раз в метапредметные результаты и входят освоенные учащимися универсальные учебные действия и, соответственно, межпредметные понятия, которые, да, если мы посмотрим на определение межпредметных понятий, как раз и относятся к участию в проектной деятельности. То есть, да, когда мы говорим о межпредметных понятиях, здесь все три подпункта имеют отношения к проектной деятельности. Это и владение основами читательской компетенции. Нужно при проектной деятельности? Нужно. Навыки работы с информацией нужны нам для работы с проектом? Нужны. Ну и плюс само здесь, да, участие в проектной деятельности. Так что, да, если мы вернемся назад, то все три группы результатов отображаются у нас так или иначе, в большей или меньшей мере, в проектной деятельности. Давайте посмотрим чуть более подробно по примерам планируемых результатов и умений, которые они у нас формируют в процессе выполнения проекта. Среди личностных результатов самое главное, на мой взгляд, это повышение мотивации учащихся, да, то есть чтобы они были все более замотивированы с выполнением каждого нового проекта делать что-то дальше. Не обязательно каждый раз ждать, конечно, проект, чтобы высокая была мотивация, но такие вот вкрапления проектной работы, они все-таки делают уроки какими-то необычными, ожидаемыми учащимися, то есть это полезно нам. Для того, чтобы у ребят была все-таки, была высокая мотивация к изучению иностранного языка. Плюс сюда же будет относиться межличесная коммуникация, то есть когда наши ребята готовят проект в группе или хотя бы в парах. Развитие личностных качеств, таких как доброжелательность, толерантность, любознательность, патриотизм и, как я уже сказала, формирование основ гражданской идентичности. Метапредметные. Здесь, как вы видите, в основном это логические действия мышления, такие как анализ информации, когда они должны уметь делать обобщение, какие-то выводы из всего того, что они нашли для работы с проектом. Уметь вести исследовательскую деятельность, генерировать идеи, находить не один выход, уметь планировать свою деятельность, прогнозировать последствия того, что они делают, контролировать себя, использовать ИКТ, работать с текстом и с информацией. Это все универсальные учебные действия, которые, если будут освоены, то станут метапредметным результатом. И, соответственно, все эти действия, как вы видите, они есть практически в каждом проекте. Возможно, не все проекты, связанные с ИКТ, не всегда же ребята должны именно что-то искать в интернете или делать именно презентацию, скажем, в PowerPoint или на интерактивном плакате. Не всегда. Они могут вывести все итоги своей проектной работы на ватман и с этим ватманским листом, с плакатом выступить и защитить свой проект. То есть это не обязательно. Но уметь генерировать идеи о том, как в группе поступить, кто будет что делать, распределить обязанности, проанализировать все, что есть в наличии для этого проекта, решить, как спланировать свою работу над проектом. Это все-таки такие универсальные действия, поэтому они будут в каждом проекте присутствовать. И среди предметных результатов, которые формируются в процессе выполнения проектов по умениям, это использование видов речевой деятельности в знакомых для школьников ситуациях для решения задач на изучаемом языке и развитие умений представить результаты своей работы на изучаемом языке. То есть, например, в виде речевой деятельности использования нам нужно прочитать какой-то текст, который нам поможет разобраться более подробно в той теме, по которой мы делаем проект. А если мы говорим о представлении результатов, то, как я уже ранее сказала, мы их представляем на изучаемом языке. То есть мы должны обязательно следить, например, за речью при выступлении, делать ошибок, распланировать свое выступление. А микропроекты, то есть те самые небольшие проекты, которые еще нельзя назвать чем-то крупным, потому что ребята еще маленькие, и те проекты, которые решаются у нас в рамках проектных задач, они проводятся в рамках одного занятия, позволяют разнообразить виды деятельности, при этом сохраняют учебную цель, потому что они четко следуют, и вы их берете, либо подбираете, либо берете из учебника, либо подбираете по тематике, которая идет у вас в учебнике, создают условия для использования изучаемого языка в повседневной деятельности, как дополнительный такой тычок для ребят, чтобы они знали, что вот итог, нужно будет защитить свой проект, и до этого надо будет что-то говорить на английском. И, конечно же, результат микропроекта может стать опорой для дальнейшей работы в случае, если у вас ребята этой темой заинтересуются и будут продолжать ее дальше изучать. Может быть, они захотят помимо того, что есть в учебнике, что-то сделать еще дополнительно. Может быть, у вас в школе есть декада науки, в рамках которой вы можете и начальную школу тоже пригласить выступить с такими короткими, небольшими проектами. Закрепляем новое слово. Здесь вот закрепление нового слова происходит не только с помощью выполнения задания на докрашивание картинки, на повторение слова, которое вводится слева с помощью карточки. Здесь еще ребята делают игрушку по выкройке. Спрашиваются вроде бы, почему и как связано то, что нужно сделать игрушку по выкройке и раскрасить ее с тем, что мы изучаем иностранный язык. А связано, да? Вот она, кстати, сама выкройка. То есть они действительно нужно с очень хорошо развили такой мелкой моторикой, вырезать правильно этого кита, собрать, да, раскрасить. То есть это очень важные такие здесь пункты. Почему это важно? Сейчас покажу. Известному педагогу Василию Александровичу Сухомлинскому принадлежит такое высказывание. Ум ребенка на кончиках его пальцев. Это не просто так, не ради красного словца высказывания, а потому что ученые пришли к выводу, что приблизительно треть всей поверхности двигательной проекции головного мозга занимает именно проекция кисти рук, которая располагается рядом с речевой зоной. То есть, соответственно, так как они находятся рядом друг с другом, да, моторика напрямую связана с развитием речи учащегося, да, речи ребенка. Это такие два взаимосвязанных процесса. И, соответственно, если мы посмотрим на ребят, у которых есть какие-то проблемы в речевом развитии, то они и плохо справляются с заданиями на поделке, где нужно сделать что-то, куда-то приклеить. Они не могут, как правило, что-то хорошо раскрасить, нарисовать. Да, для них это будет проблема. То есть координация мелкой моторики у них хуже, да, и это взаимосвязано с тем, что у них есть проблемы некоторые в речевом развитии. То есть при, учитывая вот, да, вот это вышесказанное, мы понимаем, что такие работы, как делать этого кита, например, по выкройке, да, и при этом повторять, что это кит, да, то есть быстрее запомниться слово, проще будет учащимся. А здесь Teddy Bear легко выучить, потому что он в момент, когда повторяет это слово, он делает аппликацию, да, соответственно, в головном мозге, да, затрагиваются сразу же оба этих процесса. И проще идет речевое развитие. Когда делают вот такую вот, например, открытку для друга в виде лягушки, да, лягушку он может, соответственно, раскрасить так, как ему нравится, да, сказать вам, какого она цвета получилась, или каким карандашом он сейчас пользуется, какого цвета, чтобы раскрасить. Да, что еще, он, если все понял по инструкции, то точно у него лягушка получится из листа бумаги, да, то есть вот это все тоже будет. Это все будет связано с речью. Когда презентуют они у нас результат выполненной работы, то есть это микропроект такой, потому что они по инструкции что-то у нас сделали, в итоге получается какой-то продукт, в данном случае клоун, и нам этот продукт нужно представить. То есть девочка здесь говорит, this is my clown, his name is Johnny, he can laugh and fly. То есть он сделан из воздушного шарика, поэтому он такой легенький, да, и вот девочка решила, что он скажет про него, что он умеет летать. Каждый должен, естественно, представить своего клоуна, как его зовут, что он умеет делать. Для второго класса, который у вас уже выучил, глагол can и что, какие-то, да, действия, которые можно делать, которые можно точно придумать какое-нибудь смешное имя этому клоуну, это будет несложно. Так что вы совместите приятное с полезным, то есть вот эту моторику, выполнение задания с речевым центром. И, конечно же, я не могла пройти мимо, снова, да, мимо психологии и физиологии человека, поэтому здесь вот такой прекрасный мозг, и мы с вами поговорим о функциях левого и правого полушария мозга. Это к вопросу о том, что не у всех, как правило, учащихся получается хорошо и развитие воображения, и при этом развитие, например, речи. Почему так происходит? Кто-то может хорошо говорить на английском, но у него будут проблемы с тем, чтобы что-то сочинить и рассказать, скажем, какую-нибудь историю, или даже у него все будет прекрасно с речью, с логическим построением текста, но вот придумать идею саму за текст он не может. Потому что, как правило, какая-то одна из одной и двух полушарий мозга более развита. Если более развита левая полушария, значит, будет больше развита логическое мышление, речь, математики такие люди, как правило, преуспевают. Потому что там научные у них есть именно исследовательские научные способности, что впоследствии, чем больше идет развитие, соответственно, одного какого полушария, влияет на то, что лучше получается у этого человека. Если правое, как вы видите, то оно такое более творческое полушарие, да, здесь воображение, музыкальные способности, художественные способности. Однако бывают и случаи, когда оба полушария развиты одинаково хорошо, да, это довольно, кстати, частые случаи. Но если вдруг какой-то одной из полушарий будет немножечко отставать, вы это заметите сразу. А вот у тех ребят, которые у вас и могут песню спеть, и хорошо слова по-английски все в этой песне запомнят, и могут потом сказать, о чем там была речь, почему именно так называется эта песня или стихотворение. Это вот те детки, у которых два полушария развиты одинаково. Мне очень интересно, мы утром с коллегами в чате списывались по этому поводу, напишите вы тоже, у вас, как вы считаете, у вас какое полушарие более развиты, левое или правое. Может быть, вы сразу же, оба полушария у вас развиты. Давайте чуть-чуть отвлечемся от нашей проектной деятельности и через чат пообщаемся. Вопросов у вас нет, у меня к вам возник вопрос. Так, вот Светлана и Елена пишут «Левое полушарие». Да, еще, кстати, бытует мнение, что если человек правша, то значит, да, вот я правша, значит, полушарие будет больше развито наоборот по диагонали левое, если человек левша, то, соответственно, правое. Но вот тоже это не всегда так. Я правша, но, в принципе, и песню спеть могу, и на пианино сыграть смогу, и сочинить что угодно. Так, вижу, правое вот у Альвины. Альвина пишет «Правое развито больше». Да, это вполне нормально, да, что как… Я не говорю, что при этом, если развито только какое-то одно из полушарий, то все, то, что относится ко второму полушарию, не будет реализовываться. Нет, человек тоже это все умеет, но он даже сам не будет себя выделять, что вот я вот могу там и песню спеть, и картины нарисовать. Я вот разве что картины точно рисовать не стану. Больше никто из коллег не сознается. Или решают, левое или правое. Правое или левое. Ну, я думаю, что основная здесь идея и цель понятна. Елена пишет «Левое». Я прям ждала, что сейчас все коллеги сразу же напишут «Оба полушария, мы же педагоги, мы должны уметь все, и песню спеть, и все, что угодно, блокад нарисовать». Еще и классные руководители наверняка, половина из вас. Так что классный руководитель вообще должен все уметь, абсолютно. «Левое». Ну, в основном я вижу, коллеги все-таки относят себя к «Лево полушарно». Утро было больше тех, кто писали, что они универсальны. «Левое». Хорошо, коллеги. Спасибо вам, что написали. Тем из вас, кто написал, да, самые, кто не боится ничего, что их укусят. Вас 100 человек онлайн написали буквально меньше 10. Но буду надеяться, что вы все равно здесь и вы меня слушаете. Что я никуда рассказываю. К чему я показывала про полушарие? Показывала я это к тому. Уже. Ну, зависит от того, сколько у вас времени сейчас. То есть те, у кого сейчас уже может быть поздняя ночь. Так, вижу, сразу же все проснулись. «Левое». «Правое-левое развиваем». «Правое развито, а левое развиваем». Ну, как интересно. Я не закончила фразу оба. Спасибо большое, коллеги. Всего-то нужно сказать, что вас много, и вы меня боитесь. Не бойтесь, пишите в чате. Оба развиваем. «Правое». Да, те, у кого есть свои дети, да, вы тоже наверняка сможете сразу вычислить, на что сделать упор со своим ребенком. Да, может быть, он у вас прекрасно умеет сочинять, рисовать и петь. Но вот с математикой у него не очень, да, значит, надо сделать на него упор, чтобы левое полушарие тоже было развито. Итак, я это говорила про полушарие к тому, что при выполнении задания, соответственно, нам нужно тоже это учитывать, что не у всех учащихся в той группе, которая работала над каким-то проектным заданием, будут одинаковые функции, которые будут на них лежать при выполнении и при презентации своего проекта. Например, если ребята все вместе у вас выполняли задания, скажем, из РИВ 4 класса, где нужно нарисовать талисман для Олимпийских игр, то кто-то будет, возможно, рисовать. Кто-то будет помогать воображением, да, придумывать название, как его зовут, талисман. А кто-то будет сочинять, как он будет про это, про все сейчас рассказывать. Какого он цвета, какие именно Олимпийские игры. А кто-то воспользуется, да, тоже логикой и будет... Так, плохо слышно, вот так. Я уже громко-громко говорю. И будет, соответственно, да, искать информацию, где пройдут следующие Олимпийские игры, да, чтобы заменить, соответственно, в образце, который нам дан в задании. Как вы видите, здесь дано про Сочи 2014 года. Нам нужно уже, соответственно, про следующие Олимпийские игры придумать. Да, то есть все это должно быть учтено, и от каждого из учащихся будет какой-то свой вклад. Поэтому делите ребят на группы так, чтобы все-таки были всевозможные, да, полушария, развитые в одной группе учащихся на этот проект. Проекты могут быть разнообразные, да, вот здесь вы видите, они делают такую вот насадку на карандаш. Утром коллеги спрашивали, откуда они саму заготовку берут. Они берут ее из разрезного материала, который дается отдельной книгой к Миле. Да, эта книга у МК Миле. Посмотрите, здесь всего три шага, да, несложно делать. Так, звук вижу хороший, хорошо. То есть несложно вроде бы делать, но здесь вся задача не в том, что он сделает эту насадку на ручку, да, а задача в том, как он ее представит. Вот здесь мальчик говорит, Нужно же что-то еще свое немножечко придумать, как-то чуть видоизменить. Возможно, будет там не супергерой, и его будет явно по-другому звать. Что он умеет делать, нужно тоже заменить, соответственно, представить, да, это не для четвертого класса, то есть они уже очень много глаголов знают и могут применить в нужной ситуации ту или иную лексику. А микропроекты могут использоваться не только в процессе изучения темы, то есть, как я уже сказала, это задание, которое мы можем видоизменить в проект, да, потому что вот здесь нигде не написано, что это проект. Здесь дается задание Read&Make. Но мы понимаем, что это будет такой микропроектик, потому что у нас в итоге есть готовая вещь, это вот эта насадка на карандаш, про которую мы можем что-то попросить ребят рассказать. То есть не проект глобальный, нет никакого здесь даже еще исследования, потому что это начальная школа. Как и крупные проекты, микропроекты могут использоваться для завершения работы над какой-то темой, да, то есть использование изученного материала для создания какого-то продукта для ребенка, да. Например, это может быть планирование своего или чего-то, да, дня рождения. Нам здесь нужно написать дату дня рождения, место, где будет проходить вечеринка, а время начала, тематику. Тематику нужно в виде символа еще и нарисовать. Вот вам сразу два полушария и логика все нужно выстроить. И речевое развитие здесь нужно, потому что письменная речь затрагивается. Ты еще и нарисовать этот символ надо, и сообразить, по-первых, да, чему будет посвящена фея, это будут пираты, это будут. В третьем классе они вам точно придумают. Может, там все котиками будут, да, наряжены или собачками. Список гостей составляются. Меню. Вспомните продукты, да. Декорации. Соответственно, нужно вспомнить, что может относиться к декорациям. На соседней странице просто я ее здесь не поместила, все подсказки уже имеются. Но ими нужно логично воспользоваться, да, то есть нужно додумать, что так, я только что выполнял задание, ведь мне из него могут пригодиться слова. Да, то есть тоже не каждый сообразит. В группе они могут работать, или они будут работать по одному, да, здесь уже это решать вам. Может, они все вместе, группой, будут сочинять, как они будут праздновать день рождения какого-нибудь выдуманного персонажа. А для достижения, да, предметов, результатов, что мы затрагиваем, когда делаем микропроекты? Это новую лексику мы ее отрабатываем, новый грамматический материал мы можем отрабатывать, опять же, при презентации, например, всего какого-то продукта, закладки не делают для книг, что только не делают, да. И переход от контролируемого к свободному использованию языка. Просто потому, что у нас есть только, как правило, какой-то образец, вокруг которого мы должны построить свое высказывание, а что уже будет говорить каждый учащийся, он выберет сам. Есть определенные условия для эффективной самостоятельной работы при работе над проектом. Это, как правило, все-таки положительная мотивация, потому что если тебе не нравится тема, если тебе не нравится то, что тебя просят сделать, скорее всего, никакой положительной мотивации точно не будет. Это четкая постановка познавательных задач и пояснения способа их выполнения, да, то есть чтобы они точно понимали, что им нужно сделать, какой итоговый продукт и что с этим продуктом они должны сказать, как они его должны представить, в форме чего. А также, да, если это уже что-то больше такое похожее не на поделку, а на именно какую-то проектную работу, да, то они должны знать, в какой форме вы этим будете спрашивать, например, результат. Может быть, это обязательно должен быть плакат, да, и не плакат, а, допустим, поделку вы не приняете от них. И без плаката, допустим, нельзя будет представить результаты своего проекта. Вы должны им это все говорить. Про сроки сдачи, да, я уже молчу, то есть, естественно, если это на следующий урок, значит, на следующий урок. Если в течение недели вы им заранее сообщаете, значит, они должны понять, что это будет второму уроку на неделе, да, начальная школа, два часа в неделю. А английский язык. Также, да, насколько будет, как будет оцениваться их проект, какие будут критерии оценки, какие-то баллы будут выставлены, или это будет отметка по определенному количеству баллов. Может быть, не будет ни отметки, ни баллов, а будут, скажем, номинации «Самый красочный проект», «Самая хорошая защита проекта» и так далее. То есть опять тоже, да, вы уже сами это все делаете и предупреждаете ребят, как будет идти оценка. И, конечно же, да, это осознание учащимся полученного нового знания как личной ценности, чтобы они понимали, что они научились теперь делать после выполнения этого микропроекта. Еще несколько примеров. Покажу вам здесь урок про where's the mouse, да, где мышка. Измели для второго класса. Они сначала делают домик для мышки, а потом они прячут где-то мышку и друг у друга спрашивают, где она находится. Не вопросом где, а предполагают. Is the mouse in the bedroom? No. Is the mouse in the bathroom? В общем, yes. Проект про еду, да, есть здесь такой в разделе «My lunchbox». Они должны из разрезного материала вырезать еду, раскрасить ее всю, поместить ее на тарелочку, приклеить. Да, и потом они разыгрывают такой небольшой диалог. Это, в принципе, может быть не только диалог, можно это в группе с ребятами сделать, да, как будто на стол накрыто у нескольких человек. То есть они тоже могут все это где-то изменять, брать за основу, но переделывать на свой лад. И поработали руками, вспоминаем, да, про ум ребенка на кончиков пальцев. И при этом они готовятся, как они сейчас будут это все применять в речи. Вот вам и одновременная проектная такая небольшая задача, микропроект, и реализация ее в речи. Chatterbox они делают, да, для чего они делают? Для того, чтобы с помощью этой chatterbox говорить про погоду, потому что тема здесь whatever the weather. What's the weather like today? It's foggy. You can play computer games and watch TV. Да, то есть вот, пожалуйста, реализация этой chatterbox. То есть по формам микропроекты могут быть разнообразные. Все, что есть у вас в учебнике, все, что вы можете дать дополнительно. Поделки, конкурсы, игры, закладки, да, все, все, что можете дать ребятам. Главное, что конечный продукт позволяет нам демонстрировать какие-то коммуникативные мнения, как минимум в презентации проекта. Если уж нет построения каких-то диалогов, полилогов, да, то как минимум презентация проекта. А здесь пример конкурса из happyenglish.ru для второго класса, потому что ребята должны после того, как с песней поработают, да, все картинки словами. Сначала они заменяют в шестом упражнении, в седьмом они слушают песню еще раз, и говорят, какие животные издавали все звуки, что перечислены в упражнении номер семь. А в восьмом задании они делятся на несколько команд, распределяют роли в песне и готовятся инсценировать эту песню. К следующему уроку. На следующем уроке проводится конкурс на лучшую инсценировку песни. То есть можно придумать номинации, да, самые лучшие костюмы, самое лучшее исполнение, самое грамотное исполнение, да, самое музыкальное исполнение. Очень-очень можно много всего придумать, никого вам не обидеть, а то потом больше вообще у вас петь не станут. Happyenglish.ru для третьего класса. Здесь прям, да, у нас помечено, что это проект. Нам нужно воспользоваться планом, решить, где мы спрячем сокровища, и в рабочей тетради описать путь к сокровищам. Надо представить, что это в Англии, и предложить своим английским друзьям найти твое сокровище по описанию. То есть можно потом группами поменяться, рабочими тетрадями, и постараться по описанному пути найти, где все-таки сокровище спрятано. Здесь много разных вариантов есть, да, для третьеклассников. Очень такое замечательное задание. Тоже пример из третьего класса, но уже тема игрушки. Нам нужно представить, что твоя любимая игрушка могла бы написать о том, как ты обычно проводишь время. Помоги игрушке и напиши этот рассказ от ее имени. Да, у нас есть заготовка в рабочей тетради, где можно нарисовать игрушку, у нас это показано, да, карандашиком, где мы пишем сам текст от лица игрушки, да, рассказ о том, чем занимается учащийся. То есть вот она, заготовка для проекта. Пускай он такой совсем простенький, да, но проектная задача зато, да, выполняют они проектную задачу. Такой более творческий здесь есть проект. Посмотрите. Про школьную форму в четвертом классе в happyenglish.ru Нужно нарисовать или найти фотографию школьной формы, которая нравится, описать ее, а в классе соседу по парке только прочитать описание формы, а вот он уже должен ее нарисовать по тому, что слышит. Такое получается у нас аудирование, да, в парах, например, в рамках которого нужно проверить, все ли понял сосед. Соответственно, потом они меняются и в другой. Ученик рассказывает, да, какая у него форма, которая ему нравится, а другой ее рисует. После этого они то, что приготовили уже, да, представляют, говорят, почему не нравится эта школьная форма, и могут использовать слова и выражения, которые даны здесь в упражнении номер два. Допустим, it looks cool, pretty, nice, good, funny, it's warm и так далее. То есть все, что они выучили, они здесь будут применять. Вот утром коллеги писали, что очень ребятам нравится из журналов это все вырезать, какие-то отдельные части, там, одежды, сделать из этого такую интересную какую-то школьную форму. То есть все это можно здесь такое превратить в настоящий творческий большой даже проект. По предприметам портфеля для четвертого класса тоже у нас есть такое вот творческое задание, связанное с рисованием и с пониманием того, что у тебя спрашивают. Вопросы здесь у нас даются письменные, по сути это план описания того, что ты нарисовал. То есть когда они отвечают на каждый из вопросов, 8 вопросов, что к плану квартиры мечты, что 8 вопросов у нас к дому мечты, соответственно, да, они получают в итоге рассказ. Выглядит он вот таким образом, да, рисунок на заготовке на следующей странице, здесь есть она, и, соответственно, описание своего дома мечты. Что, где находится, есть ли там камин, какая у тебя комната, на каком она этаже, сколько всего этажей. Да, вот такие вот дома прекрасные ребята рисовали. Свои комнаты не забывали, конечно же. Можно использовать для проектов и пособия Songs and Poems for Junior School. К этому пособию есть бесплатное аудиоприложение. Да, допустим, в песне «When is your birthday» есть тоже такие вопросы, да, задания к ней дополнительные. Здесь нигде не сказано, что это проектная деятельность, но можно что-то из этого провести как проект. Допустим, там, где нам нужно придумать, какие бывают дети, рожденные в разные дни недели, не опираясь только на текст песни, да, можно ребятам задать проект, чтобы они узнали, в какой день недели они родились, да, соответственно, чтобы они о себе написали, какие они, какие они, pretty, witty, very strong, never wrong, что из этой песни будет подходить им, почему, объяснили, конечно же, да, и что еще они могут быть, и они могут, допустим, выбрать, какой из перечисленных здесь детей стал бы им лучшим другом, да, исходя из тех качеств, которые о нем здесь написаны. В пятых-одиннадцатых классах тоже песни у нас есть с заданиями, конечно же, но здесь уже тематика такая более серьезная, да, про пилигримов, про стонтенш, про школу, но тоже все это можно использовать для проекта. Если мы хотим задействовать ИКТ не в формате PowerPoint, то можно, например, использовать и самого простого, это Gloxter, это платформа для интерактивных таких плакатов, здесь есть Limited 3 Account, вы видите, да, вот здесь написано наверху, в правом верхнем углу. Что мы делаем? Мы заводим здесь тогда аккаунт, да, ничего пока за него не платим, мы пользуемся только бесплатной версией, она немножечко ограниченная, но нам ее хватит. Кликаем на Create New Blog и выбираем, какой он будет, да, на что он будет у нас направлен. Какая-то личная информация там на нем будет, или это будет что-то связанное вот здесь, да, тематика, космос, есть просто пустые заготовки, горизонтальные, вертикальные, связанные с книгами. И наша задача выбрать тот шаблон, который больше всего подходит для заполнения, либо взять любой шаблон, который нравится по цвету, и просто его весь перерисовать, да, вот как здесь. Допустим, это MyBook и код, здесь можно поместить картинки, на картинке можно поместить гиперссылки, можно встроить видео в окошечко, да, в какое-то определенное, где-то можно напечатать текст, можно уменьшить количество окошек, которые на этом плакате будут, и в итоге, итоги своего проекта можно выразить и на вот таком интерактивном плакате, да, то есть, чтобы не рисовать что-то на ватмане, с штороклассниками можно уже, в принципе, интерактивный плакат попробовать сделать. Какие могут быть еще идеи для проекта? Можно, например, с ребятами попробовать делать рекламу, рекламу чего угодно, да, того, что ребятам хочется проекламировать, может быть, свой учебник, может быть, вас, педагога, да, какой вы классный педагог, может быть, школу свою, чтобы они придумали рекламу для своей школы, главное все на английском языке. Это может быть проект «Настольная игра», то есть задача ребят придумать поле для игры, правила, фишки, что еще, как будет разыгрываться количество ходов, да, будет ли это кубик, будет ли это кубик с точками, на смысле, да, или это будет какой-то, как-то называется, юла, да, такая, с количеством шагов. Можно показать ребятам примеры, можно примеры не показывать, а просто им сказать, что они могут просто любую игру взять за основу и переделать ее на свой лад. Я бы, конечно, все-таки показала бы примеры ребятам, да, того, какие могут быть игры, но сказала бы, да, что вот не старайтесь делать, как у других. То есть при попадании на какое-то определенное окошко, они выполняют какое-то действие. Если ничего не написано, значит, никакого действия, допустим, не выполняешь, да, это вот в данном случае игра здесь только с карточками, а вот здесь другой пример здесь. И карточки есть, и какие-то, куда складывать свои карточки, сумочки такие есть. И придумали здесь ребята, посмотрите, вместо кубика, да, как можно с помощью такой стрелочки разыгрывать, сколько ходов сейчас нужно сделать. И фишки, да, они вот сделали. То есть возможности здесь большие, да. Главное, что разница будет только в наполнении того, что входит, какое действие нужно выполнить на каждом шаге. Можно с ребятами попробовать сделать какую-нибудь брошюру или буклет, допустим, о спектакле, который в школе состоится. Не обязательно, чтобы они его делали, да, просто они должны прорекламировать. Может быть, о концерте, который скоро будет, или о каком-то мероприятии, которое они скоро посетят, или посетили, возможно, уже, да. Это может быть о прочитанном рассказе какой-нибудь буклет, или о книге, которую они недавно читали. Если они ходят к вам на внеурочные занятия, почему бы им ваш кружок не прорекламировать? Или школу, в принципе, да, с помощью вот такой брошюры, буклета. Можно с ребятами попробовать делать буктрейлеры. Это, конечно же, чуть посложнее, да, зато если у вас, в принципе, есть техническое обеспечение, да, то почему бы ребятам с этим даже не попробовать поработать? То есть нужно прорекламировать книгу так, чтобы все кадры были в видео. Это можно делать с помощью уже таких программ, как PowToon, например. Там в бесплатной версии довольно много всяких разных анимационных штук можно придумать. Можно это сделать и в PowerPoint, там тоже много анимаций, да. То есть чтобы не получился такой небольшой мультик, который бы рекламировал до какого-то такого интересного момента, интересным способом, чтобы тот, кто посмотрел этот буктрейлер, захотел прочитать этот рассказ. Далее, да, можно, например, с ребятами делать журнал. Журнал может быть, например, классный, или журнал будет школы. Классный, конечно же, вести попроще, но более медленно, потому что из жизни класса набрать за месяц, буквально за несколько занятий уроков английского языка не так можно. Много какой-то информации. Туда можно помещать фотографии с мероприятий школьных, можно туда помещать какие-то новости, кто куда ездил, какие экскурсии смотрели, куда собирается поехать экскурсия. Главное, чтобы все было на английском, да, с какими-то, может быть, шутками, подборкой, не знаю, постеров каких-то интересных, цитат, высказываний, известных людей на английском языке. Это все, что может подходить вот для того, чтобы это печатано в журнале. Можно использовать такую идею, как проект цитаты, когда нужно выбрать цитату, которая ребенку нравится, и обязательно такую, чтобы ее можно было нарисовать. Нарисовать смысл, который она отображает, и нарисовать, например, ее дословно. Да, вот здесь пример с цитатой Абрама Линкольна. No matter how much cats fight, there always seem to be plenty of kittens. Да, вот нарисован вот такой забавный довольно Линкольн и котики вокруг него. Просто как пример, да. У ребят, конечно же, будут другие рисунки, я просто не нашла примеров совсем уже детских, но почему бы это не переложить как идею на такой проект. Или цитата Оскара Уайлда. И вот пример, который просто цитирует то, что сказано в этой вот цитате в виде вот рисунка. Тоже такая проектная работа. Они же могут все вместе это все делать. То есть что будет залогом успешного проекта? Это, конечно же, хорошая, интересная тема. Креативность, но до определенных рамок, чтобы ребята не забывали цель проектной задачи, что там стоит за проектная задача перед ними, что нужно было сделать. Если в проекте есть какая-то изюминка, например, его презентация, то это тоже делает проект более успешным. И сама презентация, хорошо подготовленная, тоже очень важный такой шаг к успешному, хорошему проекту. То есть проект у нас это такой поиск решения новых задач. Здесь такие несколько цитат Пиаже. Жан Пиаже говорил, что расширение когнитивного развития ученика в наибольшей мере способствует предоставлению ему возможностей исследовать окружающую среду и как-то воздействовать на окружающую среду. А обучая детей конкретным навыкам, мы лишаем их шанса сделать собственное открытие. Поэтому нужно давать им также возможности делать свои открытия, а не только давать им те знания, которые мы должны им дать по программе. Нужно, чтобы они эти знания все еще и пытались применить на практике, например, при подготовке и, соответственно, при презентации своего проекта, решенной проектной задачи. В результате использования таких микропроектов у ребят развиваются творческие способности. Мы таким образом можем достигать предметных результатов, то есть там у нас будут сформированы универсальные учебные действия. Мы можем видеть, что ребята используют иностранный язык в определенной коммуникативной ситуации, то есть при презентации итогов проекта. Мы можем разнообразить с помощью микропроектов деятельность во время урока, чтобы это были не только работа с учебником и с рабочей тетрадио, с аудиозаписью, но и вот что-то дополнительное, новое, что, собственно, будет ребят привлекать к вашим занятиям. И плюс проекты, да, это расширение, активизация пассивного словарного запаса учащихся. Помимо активного, да, активный мы развиваем, мы его постоянно поддерживаем, потому что ребята при защите проекта, при презентации итогов проекта говорят на английском, а пассивный словарный запас нас пополняется за счет того, что они сталкиваются с новыми словами, когда, например, читают какую-то литературу при подготовке к проекту. Сайт какой-то открывают, читают на английском языке, встретятся незнакомые слова, они гранут эти слова в словаре, поймут, о чем там говорилось, но, возможно, не смогут в последующем сразу же начать применять это слово. Но когда они его потом встретят, оно уже будет им не таким незнакомым. Невозможно вспомнить, что вот это слово я встречал, когда готовился к проекту. Все это тоже вот хорошие такие результаты использования микропроектов. Я не стала вам показывать два буктрейлера. Лучше вы посмотрите сами в свободном режиме. Здесь первый буктрейлер – это заснятый на видео по Jane Eyre, то есть на видеокамеру. Ребята снимали друг друга и разыгрывали такой небольшой затравочный сюжет Jane Eyre. Второй буктрейлер – это «Алиса в стране чудес». Он анимированный. То есть что можно сделать, например, с помощью PowToon или, в принципе, все то же самое, что вы там увидите, можно сделать и с PowerPoint. Да, потому что музыку можно наложить, анимацию там, когда что-то падает или выскакивает, тоже можно наложить. Буклы все, пожалуйста, печатай, не хочу. Картинки можно вставлять. Так что все это реально реализовать. Главное, чтобы ребята это попробовали хотя бы несколько раз сделать. На этом по теме у меня, коллеги, все. Но прежде чем дать вам код для сертификата, я сделаю несколько объявлений. Первое объявление – это то, что у нас в группе ВКонтакте до 15 ноября проходит конкурс «5 плюсов отчтения электронных книг». Что нужно сделать? Нужно найти пост, он сейчас закреплен во ВКонтакте, то есть он сейчас самый первый висит, и написать в комментарии к этой картинке в посте с конкурсом «5 плюсов отчтения электронных книг». Как вы считаете, на ваш взгляд, чем хорошо чтение электронных книг? Мы здесь даем три приза. Первый – это мы выбираем сами, самый хороший на наш зад комментарий. Второй человек получит приз тот, чей комментарий наберет больше всего лайков. И третий человек у нас будет выбран просто рандомным образом, то есть через приложение «Рандомайзер», среди тех, кто поделился новостью про этот конкурс. Вам достаточно просто сделать репост. Это первый конкурс. Такой же конкурс будет проходить и в Фейсбуке буквально через неделю. Так что если у вас вдруг нет ВКонтакте, не расстраивайтесь, у вас будет все равно возможность книжку, художественную электронную книжку выиграть. До 26 ноября у нас также проводится конкурс «Три лучших вопросов Рону Морейну». Приз «Электронная художественная книга». Пишите свои вопросы на форуме на ingrustichers.ru. Нам сейчас дадут ссылочку в чат на этот конкурс. Рон Морейн выдает 27 ноября, соответственно, «Три лучших вопроса». Мы опубликуем, кто выиграл 28 ноября. И потом попозже у нас будут выложены видеоответы от Рона Морейна. Рон специализируется в mind mapping и task-based learning. Так что по этим темам можно его что-то интересное спросить, он вам ответит. «Крону» можно записаться, по-моему, еще есть места на вебинары на 14 ноября и на 21 ноября. Там он будет проводить у нас бесплатные вебинары. Так что можно послушать его, понять, в чем специализируется человек, и придумать ему какой-то такой интересный вопрос, чтобы он выбрал именно ваш вопрос как победитель. Далее. Следующее объявление у нас по поводу семинара тренинга. 30 ноября в Москве состоится семинар тренинг «Инновации и технологии в работе учителя английского языка». Обратите внимание, сегодня у нас 8 ноября, сегодня последний день акционной цены. То есть можно сегодня, в последний день, приобрести билет на этот семинар за 2000 рублей вместо 2500 рублей. У нас, если вы скачали и уже читали положение о семинаре-тренинге, то с 9 по 23 ноября цена будет 2300 рублей. Так что если вы, самая-самая низкая цена, у нас сегодня последний день. Выступать будут Петр Степичев и Рома Раин. Одну лекцию будет проводить Петр Степичев, и две лекции будет проводить Рома Раин. Так что приглашаем вас поучаствовать. Будем рады вас видеть. И также приглашаем вас на наши онлайн-тренинги для учителей английского языка. Тренинги у нас платные. Их, как правило, не так много в месяц, как бесплатных вебинаров. Расписание их можно посмотреть. На семинаре поучаствовать онлайн? Нет, онлайн мы его не подключаем, семинар. Семинар только очный, потому что по итогам обучения на семинаре, вот про семинар-тренинг я говорю, выдается удостоверение о повышении квалификации на 16 часов. Так как удостоверение мы можем выдать только тем, кто присутствовал очно, был, соответственно, очно занимался с лекторами во время обучения, то онлайн мы его, к сожалению, никак не можем, не транслировать, не выложить. Поэтому вот только очное участие. Зато вы можете поучаствовать в онлайн-тренингах. В онлайн-тренингах выдаются сертификаты. Они по актуальным, интересным темам. Смотрите расписание. Вот у нас ссылочка уже в чате есть. И по доступным ценам. 299 рублей онлайн-тренинг стоит. Если вы не хотите участвовать онлайн, а вам просто интересно посмотреть видеозапись, то у нас в видеозаписи доступ к видеозаписам продается. И, соответственно, можно приобрести поучаствовать видеозапись чуть-чуть подешевле. 195 рублей. Так что смотрите, может вам что-то понадобится. И последнее, что хочу сказать, это по дистанционным курсам повышения квалификации. Если у вас скоро аттестация, приглашаем вас на наши курсы. У нас сейчас 2 курса доступны. Это курс на 16 часов по авторскому праву для учителей. И курс на 36 часов по аудированию и чтению. Вы оплачиваете курс, проходите обучение, выполняете итоговую работу и получаете удостоверение в гособразках. То есть тот документ, который у вас принимается при аттестации. Здесь еще ссылочки на наши группы в соцсетях. На наш интернет-магазин. Я пока быстро посмотрю в комментарии. Пожалуйста, коллеги. Жалко, что рабочий день. Начало у нас там будет, как и в двух предыдущих семинарах-тренингах, в 12.00 регистрация. С 12.00. То есть первая пара начинается в 12.30. Это гостиничный комплекс Измайловский. На партизанской. Так что, думаю, вам, если кому-то будет удобно, особенно москвичам, в принципе, можно как-то попробовать все-таки добраться и доехать до нас. Вроде бы вопросов больше никаких не вижу. Код для сертификата коллеги в чате. Сертификат можно получить не только электронный, но и печатный. Печатный сертификат получить очень легко. Вы для этого присылаете нам свой электронный сертификат на connectsobakoenglish-teachers.ru и заявку в свободной форме пишите, что вы хотите получить печатный сертификат на такой-то почтовый адрес. Указываете свой полный почтовый адрес. Мы выставляем вам счет, вы оплачиваете счет и получаете почтой России свой напечатанный сертификат. Он выглядит вот таким образом. В нем есть номер, соответственно, чтобы прослушали курс лекции и так далее. На слайде есть у нас email, на который можно заказать себе печатный сертификат. Вот email connectsobakoenglish-teachers.ru стоит такой печатный сертификат 150 рублей. приходит почта России. Если еще какие-то вопросы, коллеги, есть, то задавайте. Когда начинается курс по авторскому праву? Курсы по авторскому праву и по рецептивным навыкам, они у нас уже открыты. То есть вы на них спокойно приобретаете доступ к ним, оплачиваете. Мы вас в рамках будних дней, естественно, добавляем в курс, и вы обучаетесь. То есть по авторскому праву на 16 часов курс он уже доступен. Пожалуйста. Да, вот админ нам напоминает, что для получения печатного сертификата нужно обязательно прислать свой электронный. То есть вы таким образом обмениваете свой электронный сертификат на вот такой печатный, чтобы мы точно видели, что вы в вебинаре участвовали. Пожалуйста, коллеги. Этого вопроса больше не вижу. На курсах мы вас ждем. На семинаре тренинга тоже вас будем очень рады видеть. Надеюсь, больше никаких вопросов не осталось. Всего вам доброго, коллеги, и до новых встреч.